Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного канала, который ведет Юля Руфлорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор во Флориде. Друзья, сегодня я хотела познакомить вас с нашими подписчиками, которые приехали в Орландо выбирать дом для дальнейшего проживания. Не инвестицию, ребята хотят сами жить в этом доме. Зовут Тата и Слава. Ребята, спасибо большое, что вы нас нашли, доверились. Мне очень приятно с вами общаться, вы такие легкие, веселые. Нам тоже очень приятно познакомиться с вами. Да, тоже очень приятно, спасибо большое, что вы сейчас здесь. Расскажите, пожалуйста, откуда вы приехали? Мы приехали из Коннектикута. Из Коннектикута, да. С города Стэнфорд. Город Стэнфорд. То есть Тата и Слава пожили в Коннектикут. Четыре года. Решили четыре года. Решили перебраться к нам в Орландо. В теплые края. Почему Орландо? Ну, во-первых, он находится в центре Флориды. Мы не хотели где-то на берегу, потому что там более как бы опасность. Да, больше рисков, да. Больше рисков, а здесь как-то более спокойно. Сам город нам очень понравился. Всего здесь много. И тепло. И в принципе до пляжей достаточно близко. Из Орландо, Дайтонобич 50 минут, Кокобич 50 минут. Чуть-чуть подальше, Мексиканский залив, Санкт-Петербург. Ну да, на пляж можно в любое время выехать. Я еду где-то полтора часа, да. То есть, ну... Очень удобно здесь. Ну и вы правы, да. Орландо, кстати, находится... Считается, это самая высокая точка над уровнем моря во Флориде. То есть, потопов здесь нет. Ну, естественно, если дом будет стоять на берегу какого-то большого озера, и если озеро будут обильные дожди, там, ураганные дожди, вода может выйти из берегов. Вот, маленькие озера нет. То есть, в Орландо минимальное количество flat zones, да, зон затопления. Просто минимальное. Какие ваши пожелания, ребята? Я уже знаю, я вам сделала подборку. Мы сегодня... Сегодня мы сможем посмотреть только два дома. Ваши пожелания обязательно современный, новый стиль. Да. Ну, да. Нет ассоциации. Чтобы он был новым. H.O.A. Да. Чтобы желательно не было H.O.A. И... В современном стиле. В современном, модерном стиле. Да. Желательно, чтобы для нас не было бассейна. Да, чтобы не было бассейна. Чтобы в дальнейшем не прикладывать никаких усилий. Я имею в виду, в смысле, ремонтом не заниматься. Ну, да, да. Ребята, я вам скажу, что в Коннектикуте сколько у вас было акров земли? Ну, полтора. Полтора акра земли и очень-очень много работы. Тата за славой устали от огромного сада. Очень много работы. Красивый сад. Я видела фотографии. Мечта, конечно. Но, естественно, очень много труда с этим садом. И критериями были, чтобы не было ассоциации. Чтобы был суперсовременный модерновый постройки дом. Вот. Зайти и жить. Да. И сам стиль дома. Вы мне сразу озвучили, чтобы он должен быть. Чем можно было больше квадратнее. Да, вот со стороны. Вот. И я стала делать анализ рынка. У меня ушло какое-то время. Потому что, в принципе, я понимала, какой дом они хотят. Но, в основном, это более калифорнийский стиль домов. В Орландо новые дома строятся особенно застройщиком типа Ленар. Вот такой multiple, массовый застройщик, так сказать. У них есть несколько моделей. Стандартные. Ассоциации этой дороги очень хорошие, красивые. Достаточно большое озеро. Ну, не такое большое, как Лейкеола. Да, но все равно можно рыбу поудить. И на каяке поплавать. Да, это очень тихий. Кстати, вы заметили, здесь нет ассоциации. Посмотрите, насколько аккуратны у всех газоны, аккуратные домики. Каждый ухаживает за своим. Да. Что я хотела еще сказать. Этот район начался облагораживаться где-то с 2015 года. Есть такое понятие gentrification. Как бы в английском. По-русски перевести. По-моему, у нас тоже есть это слово паразит. Гентрификация по-русски. Но это значит облагораживание района. Что это значит? Это в 2015 годах более богатые люди стали скупать старые застройки. Так как район, он начало 1900-х годов. Здесь можно найти дома 1904, 1905, 1910 и 1920. Да, вот в принципе в этой округе. И инвесторы, застройщики стали скупать эти дома. Или приводить в порядок старые дома. Совершенно полностью делать перепланировку, оставлять только стены. Или сносили старые дома и вот ставили вот наподобие таких домов. Я живу точно в таком же районе. Давайте быстро пройдем. Жарко. Жарко. Я быстро пройду по цифрам. Значит, дом 4 спальни, 2,5 ванны. В принципе, вы хотели 3-4 спальни. Да, вы хотели чуть меньше. Трехспальны очень редко выходят вот такие в таком стиле. Ну, выходят, но их нет пока. Цена дома 699 тысяч. Да, 699 тысяч. И area площадь 2354 square feet в переводе 219 квадратных метров. По поводу налога сказать сложно. Это будет от таксовой стоимости дома. Я думаю, что это будет около 600 тысяч. Один с половиной процента. То есть, скорее всего, это будет 8-9 тысяч долларов в год. В год. Да. Всегда у нас налог исчитывается от суммы продажа, от стоимости, таксовой стоимости. И размер участка 0,16. Вы хотели чем меньше участка, тем лучше. Ну да, небольшой. Давайте просмотрим дом. Давайте. Пока мы еще не растаяли. Проходите. Очень теплый, конечно. Так, что у нас? Красивый вход. Мне нравится этот... Колонны камнем обложены. Не такой, это натуральный кипич, по-моему, да? Ну, камень, да? Камень натуральный, да. Похож красивый. Я люблю. Да. Смотрите, дверь стеклянная. Кстати, внутри... Хотя вообще просвечивается внутри. Можно затонировать дверь. Можно затонировать, да. Она такая уже достаточно полу... Затонирована. Затонирована. Это входная группа. Получается, здесь зашел. И туда уже... Да, дом, он только вот построился. И сейчас выставился... Да, выставился на продажу. Вот только-только. Да. Вот, ну, входная зона, она... Как вам? Ну, она небольшая. Она небольшая. Здесь уже мало что вы можете поставить. Ну, что тоже можно поставить. Не загораживаться здесь для обуви, да. Да, что-то... Хорошо, проходим. Ой, смотрите, что у нас здесь под лестницей. Очень интересно, да? Смотри, как продумано. Смотрится красиво, но было бы интереснее, если были бы живые цветы. Есть же живые цветы, которые не любят свет? Есть. Домашние, да. Можно это было бы сообразить здесь. Ну, это так, наверное. Здесь у нас что? А здесь у нас что? Так, там у нас, давайте посмотрим, ловинка санузла. Юля, покажи. Ну да. Мы тоже заглянем. Плитка у нас по всему первому этажу под дерево. Нужно, да? Да, давайте, конечно, нужно. Ага, можно вот такое. Очень прикольная мойка. Да. Крупненькая. Собременная. Собременная. Витра. Кстати, смотрите, у них винный холодильник. Интересно. Может быть, и лишний был? Он не на кухне, да, получается? Ну, почти. Да, как-то отдельно они его поставили. Смотрите, что у нас здесь. Здесь большая просторная. Просторная гостиная. Здесь шаговый вид, да? Да, смотрите, хороший двор. Никакой садник можно. Ну, туда мы еще выйдем сейчас. Давайте посмотрим. Кухня, гостиная, двери, да, на всю стену. Да. Холодильник у них нет. Ну, это не входит в продажу. Но вся остальная бытовая техника входит. Кстати, у них здесь планировка. Ну, кухня удобно расположена. Да, кухня, остров хорошего размера. Большая мойка, кстати. Здесь что? А, тут у нас. Цвет красивый. Кстати, мы можем потом снять, сделать фотографию планировки. Попозже. Смотрите, здесь раковина широкая. Да, мне нравится такая широкая, большая, удобная. Сейчас в основном я вижу в новых домах такие раковины. Они просто удобные. Да. Цвет, цвет очень красивый. Это мой любимый. Знаешь, мне кажется... Такой благородный серый. Да, да, мне тоже очень нравится кухня серого цвета. Это, по-моему, два. Ты знаешь, что мне кажется, немножко недостаточно... Я бы этот остров чуть-чуть дальше... Чуть-чуть немножко дальше. Вот не кажется тебе, что здесь... Да, мне кажется, что наоборот... Или нормально, да? Не нужно много бегать. Да. Очень удобно. Сразу раз. Ну, хорошо, да. На каждую хозяйку не будет шкаф. Ну, да. Не, ну, так удобно. Вытяжка. Да, да, вытяжка отдельная, шкафчики модерн. Вытяжка настоящая? Настоящая. Похоже, да? Что ты имеешь в виду? На улицу выходит? А, нет, нет, я думаю, что да. Она идет под потолок и на улицу. Хорошая. Электроплита, кстати. Я не знаю, я очень люблю электроплит. Электроплит. Очень. Я газовую люблю. Ну, ну. А мне кажется, что на этой как-то проще мне. Гречку поставил, выключил, и гречка приготовилась, и ушел. Так, смотрите, что у нас здесь кладовка для круп. Удобная такая, Слушай, большая. Ой, она еще и туда идет, да? Да, большая кладовка, хорошенькая. На фартук, обратите внимание, плитка, мозаика. Косичкой. Хорошая тоже, да. Это натуральная плитка, да. Да, ну новенькая все пахнет по-новому. Легкую такую уборочку и свою мебель поставили. Здесь обеденная зона. Знаете, что здесь столовая не вижу? Оно, видимо, это все вместе, да? А, может быть, это все вместе можно поставить. Отдельная столовая? Ну, чаще всего в Америке есть маленькая зона для завтрака и отдельной комнаты. Может быть, мы ее еще не нашли? А, может, мы ее не нашли, не знаю, посмотрим. 2354 скирофит, я просто напомнилась. Мне нравится, знаете, что здесь? Что здесь есть свет. Это такая проблема здесь, что, ну, свет есть, да. Внешне, а здесь, посмотрите, сколько... Очень удобно, когда он, да. Светлый дом. Может быть, еще и солнце, естественно, это зависит от того, как солнце идет. Да. Так, давайте, наверное, пройдем, посмотрим, что у нас здесь. А вот, кстати, они придумали вот такую входную зону. А, это, наверное, гараж. Обычно вы приезжаете, паркуете машину в гараже и заходите. Чаще всего вы заходите через эту дверь. Я вот у себя в доме тоже, как бы, главную основную входную дверь. Ну, всегда через гараж заходишь. Собачка погуляет, сходить, да, всегда через гараж. Давайте посмотрим гараж. На две машины или на одну? На две машины. На две, ага. Ну что, ребята, давайте пройдем в дом. Мы подзаездим в гараже немного. Для кого-то, особенно мужчин, гараж – это одна из главных комнат. Да. Ну, что ж, мы посмотрели первый этаж. Пройдем на второй? Да. Посмотрим, что на втором. Получается, все спальни у нас находятся на втором этаже. Лестница. Юля, проходи. Лестница деревянная, да? Лестница, я думаю, что это винил. Хотя, ну, я не очень большой спец. Сейчас такой винил бывает, да. Винил бывает хорошего качества. Винил, да. Так, здесь у нас такой, что-то типа коридорчика. Ну, красиво. Окно до пола. Да, очень красиво. Я люблю, когда большие окна. Когда много света, да. И лестница хорошенькая. Перила современные. Уже в таком стиле. Ну что ж, я, честно говоря, пока не знаю, с какой комнаты начать, где у нас мастер. Вот это, я думаю, что вот это будет мастер. Да. Давайте включим свинт. Да, это мастер. Это потому что здесь большая... Они еще, видите, доделывают. Еще не закончили, да. А, двериня. Да, дверные проемы еще. Здесь будет вот такая вот пакет-дор. Кармашек. Красивая плитка. Плитка очень красивая. Глянцевая, да. Мне тоже нравится, когда плитка глянцевая. Она придает такой лоск, нарядность. И свет. Она светлая, и сразу помещение светло. Ну вот в эту ванну, ну что-то, могли бы они размером ее... Побольше чуть-чуть. Ну это такое дело, знаете как. Это здесь не... Да. Посидел, отдохнул. Ну, современно. Окей. Душевая кабина хорошего размера. Туалет закрывается дверью. Это хорошо. И окно. Кварцевые поверхности, кстати. Надо мне поромить. Тоже кварцевые поверхности, я заметила. Как же она открывается? А, вот так открывается. Я ее влево, вправо. Единственное, мне нравится, знаете, что... Вот такие маленькие... Ну, головка душа. Не нравится. А, я поняла, почему там... Ну, это можно поменять. Чаще всего они... Мне вообще съемные нравятся душ. То есть... Да, вот что удобно снять. Как бы, я не знаю, в жаркую погоду просто сполоснуться. Здесь... Ну, это легко можно поменять. Это очень легко поменять. Это легко меняется. Это снял, открутил. А так, конечно, да. Хорошо. Да, здесь получается ковровое покрытие. Здесь у нас получается ковровое покрытие. Ну, очень приятно. Гордец. Цвет серенький. Тебе нравится, Слава, ковровое покрытие? Честно говоря, я... Мне больше нравится. Да, я... Мне больше нравится, чтобы без коврового покрытия. Без коврового. Сейчас для начала это хорошо, но все равно со временем. Пыль собирается, но его мыть нужно. Хотя это тренд. Сейчас многие стали... Стали. Да. Я вот смотрю... У нас наоборот ноги... Ну, когда он новый, удобно, приятно ходить. Наоборот, ноги на дерево переходят или... Ну, он приятного качества такой, не дешевый, знаешь, такой искусственный, не синтетический такой. Да. Да, нет, он достаточно приятный. Он приятный ковролин. Здесь у нас, смотрите. А, это, наверное, гардеробная? Нет, это постирочная. Постир... А, точно, постирочная, вывод воды. Большая, достаточно большая. Для машины. Да, там для сушильной машины. Хотя, может, что? Там у нас, наверное, кондиционер, да, вы посмотрите. Кондиционер. Красиво. Новенький. Красиво. Аккуратно. Ну, хорошего размера, постирочная. Они молодцы, что... Кстати, смотрите, двери какие высокие, дверные проемы везде по всему дому. Высокие, да, да, да. Они молодцы, что кондиционер постирочную делает удобно. Да? Ну, не будет шума. Не будет шума в спальнях. Ну, хотя он тихо работает, он сейчас работает. Здесь у нас кладовочка для полотенец. Да, я думаю, это можно постельное белье, да? Постельное белье, полотенце. Чтобы не мешалось в шкафе. Это, получается, мастер-бендрум мы посмотрели. Я так думаю, по размеру, сейчас мы посмотрим все комнаты, я думаю, что та была мастер. Да. Вот такая, как бы... Ну, хорошенькая. Небольшая. Небольшая. Может, это гостевая. Детская. Или детская. Офис, может быть. Ну, может. Вот, кстати, вам офис нужен, в принципе, да? Не помешает. Вот мне, честно говоря, нравится больше, когда офис на первом этаже. Ну, удобно. Удобно, потому что, в принципе, вы в спальне только спите, а так вот ходить. Ну, это уже такой вопрос. Да, цена вкуса. Еще одна спальня такого же размера. Я не буду сходить. Получается, здесь санузла нет, да? Вот в этих комнатах. Здесь общий санузел. Получается. Получается, да. Здесь два с половиной санузла в этом доме. И видите, они еще доделывают какие-то... Синяя ленточка, значит, здесь какой-то дефект, и они должны это все устранить. Ну, высота двери... Вы знаете, высота потолков, она здесь не... Второй этаж окей, но вот на первом этаже мне показалось, как вот вы... Или вам нравится такой? Ну, он как-то стандарт. Я вообще люблю, конечно, когда... Повыше. Повыше немножко, да? Я все люблю, когда... Я не пытаюсь вас отговаривать от дома. Нет. То есть, ну, я просто... Ну, со своей, как бы, точки зрения, потому что я вижу много домов, особенно новостройки, во многих повыше потолок. Ну, бывает повыше. Но это не совсем маленький, это стандартный, мне кажется, да, потолок? И вот, Юль, проходите, ребята. Ну, это обычная... Ну, наверное, для второго этажа это стандартно. Я сейчас говорю про первый этаж. Мы уже оттуда ушли, но вот я сейчас отматываю пленку в голове обратно и пытаюсь вспомнить там потолок. Это, получается, третья спальня. Третья спальня, и, похоже, они по размеру все одинаковые. По-моему, да. Ну, здесь в каждой спальне есть гардероб. Для трех спален, один санузел. Ну, да, это не совсем как бы. Причем санузел здесь только одна раковина. Ну, слушай, они, наверное, в мастер-бэггом только двойную раковину. Там двойная... Ну, там-то она точно двойная. Но вот представьте, если три ребенка, особенно если разнополые. Ну, у вас нет детей с собой. Как бы они есть, но они не будут жить. Дети есть, но дети взрослые. Дети взрослые отдельно живут, да. Ну, вот это единственная полная гостевая ванна. В принципе, вам это будет достаточно? Нам, конечно, будет достаточно. И мастер-бэггерому хватит. Да, это так. Если кто-то приедет в гости, я думаю, тоже достаточно. Да? Ну, опять-таки сын будет приезжать. Да, ему это будет достаточно. Да, ради бога. Окей. А теперь мы можем пройти, посмотреть двор. У нас он всегда на десерт. Кстати, я забыла сказать про школы. И многие удивятся, потому что даже кто живет в Орландо, они знают, что здесь отличная школа. Хорошая школа? Все. И elementary, и middle, но это K-8, они как бы на одной территории. И high school просто отличная. Boone high school. То есть здесь реально... Ну, многим школы важны. Цены тоже будут расти. Кстати, вот из-за вот этого облагораживания района цены растут непомерно просто. Они просто настолько растут, что я даже передать не могу. Вот, например, мы показывали когда-то мой дом. Когда мы его купили в 2021 году, мы его купили там за 860. Сейчас эти же дома продаются 1 250 000. Мой же застройщик продает. Как подорожат. 1 250 000, 1 300 000 за 2 года. Выросли цены. Именно из-за того, что вот я раньше на улице говорила, скупают участки, скупают дома, сносят. И с каждым вот таким домом в этом районе поднимается цена даже на старые дома. Ну, да. Тем более в этом районе реально отличные школы. Здесь и частные есть. Все лучшие частные школы здесь тоже там в 10 минутах езды, кто проживает в этом районе. Из-за того, что в Орландо много госпиталей, неимоверное количество. И новые все строится и строится. Вообще Орландо считается мировой столицей госпиталей. То есть столько клиник, медицинских центров нет нигде просто. Ну, точно в Америке. И во всех этих районах, я посмотрела по статистике, большинство живет доктора, медицинский персонал, обслуживающие там нюрси, медработники, медсестры. И очень много живет профессионалов, техкампании, лойеры, то есть профессионалов, потому что как раз здесь находится бизнес столица Орландо, именно вот вокруг этих спальных районов. Их много спальных районов. И вообще по статистике, по-моему, очень много сейчас приезжает жить в штат, ну, во Флориду. Очень много приезжает. По-моему, 114 человек каждый день, но в прибывших, да. Да, Орландо становится популярной, очень даже место. Флорида, в принципе, популярное место мира сейчас, мне кажется. Очень многие со всего мира сюда переезжают. Ну, я раньше ошибалась, я думала, что во Флориде живут люди уже больше пенсионного возраста. Нет. Да, а когда я... Здесь много профессионалов живут, и молодых, и с детьми, семейные, опять-таки, вот эти вот школы отличные. Да, да. И по Орландо говорят, ну, то, что я слышала, средний возраст от 35 лет. Да? Да. По статистике, да. Так что, не зря. Мы в реальном пути. Так, сейчас разобраться надо, как это открывается. Так, у них еще есть москитная сетка. Да, смотрите, мне очень нравится, когда она сдвигается. Она сдвигается вообще, да? То есть можно полностью открыть. Мы, наверное, не будем экспериментировать, но я уверена, что это тоже сетка туда сдвигается. Я просто вижу, там есть разрезы. Смотрите, как удобно, да? Если идет дождь, ты здесь мебель поставил. Да. На вес. Да. И ты находишься и наслаждаешься дождем. Вот, довольно большой. Да. Я не сказала, по-моему, 0,16 акров. Говорила. Говорила, да? Да, что... Ну, не такой большой, но... Если вы когда-то надумаете бассейн, то есть место. Да, есть место, где это сделать. Я понимаю, что вы пока не хотите. Пока нет, да. Это тоже. А вообще хороший участок, ровный. Хороший, ровный участок. Прямой, да. Здесь можно вдоль периметра даже можно посадить вот эти елки. Я люблю елки. Пальмы. Можно пальмы, можно елки. Туи какие-нибудь, да? Здесь не туи, я видела, а длинные, как итальянские кипарисы или что. Ну, типа такого, да. Они растут во Флориде? Да, да, да. Так. Я лимут. Я видела. Я пытаюсь найти ваши лица. Ну, а так? Уже посадили дерево, видишь, как? Понравился вам дом? Понравился. Он такой компактный, маленький. Ну, как маленький? Не маленький. Ну, небольшой. Ну, не такой большой, чаще всего я вижу очень большие дома. Смотрите, я разговаривала с застройщиком своим, я говорю, почему они строят маленькие дома. Им это невыгодно. Если они уже роют фундамент, им лучше построить большой дом и продать за полтора миллиона, к примеру, да? Чем маленький продать за, там, пятьсот. Потому что когда уже фундамент роется, как бы он уже закладывается, вернее, роется. То есть, когда уже фундамент закладывается, там уже просто цена вопроса побольше блоков и побольше материала. Что не стоит, как бы... Неплохой дом. Я не могу сказать, что он и маленький, и большой. Я думаю, что нормальный. И гостям хватит места. Как вариант, будем рассматривать. Хорошо, мы сейчас проедем еще в один дом, который я нашла. Тот дом будет чуть-чуть побольше от другого застройщика. Так что, ребята, оставайтесь с нами. В следующем видео мы покажем вам наш следующий дом. Есть чего выбирать. Это хорошо. Есть чего выбирать. Не всегда. Не всегда. Вот повезло. Сейчас есть только пока два дома на рынке на сегодняшний день. В этом районе. Так что, оставайтесь с нами. Пока. До следующих встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...